Только два тарифа. 50 мегабит за 300, 100 за 400 рублей. Интера. Крупные заказчики, представители министерств, партнеры и заинтересованные гости. На Первоуральском предприятии для них организовали экскурсию. Здесь показывают, за счет чего удалось улучшить эффективность работы. Компания по производству мобильных и быстровозводимых зданий участвует в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости». Сегодня подводят промежуточные итоги. Хороших результатов на предприятии достигли за счет внедрения новой производственной системы. Первое, что мы сделали, мы замерили расстояние, проходимое изделием по площадке. И за счет рациональной компоновки оборудования и участков по цеху выстроили поток. Так что в пять раз сократили расстояние перемещения, сократили расстояние перемещения материалов, что позволило в комплексе нам увеличить производительность на текущий момент в 1,7 раза, а в перспективе до 4 раз. Новый подход к организации производственного процесса позволил сократить время на выпуск продукции и расширить портфель заказов. Один из основных заказчиков – Министерство здравоохранения Свердловской области. У завода закупают модули для мобильных пунктов службы медицины «Катастроф». У нас 10 лет назад была организована трассовая служба по всем федеральным дорогам. И были закуплены вот такие же модули для размещения медицинского персонала и водителей, спасателей. Модули, в принципе, зарекомендовали себя очень хорошо, так как у нас обогрев в них происходит с помощью масляных обогревателей. В принципе, внутри очень тепло, комфортно. Повысить производительность без потерь в качестве. Опыт коллег перенимают и другие предприятия, которые также участвуют в национальном проекте. Сегодня их представители смотрят, как организовано производство и отмечают сходство. Более или менее схожее производство, деталировка. У нас тут много похожих деталей. Как у них здесь прижился проект, интересно. Ну и проблемы, с которыми они столкнулись, хотелось бы, конечно, тоже узнать. В повышении производительности труда предприятия делают ставку и на правильную организацию рабочего места. Инструменты, оснастка тоже должны быть удобно расположены. В таких условиях даже человеку, находясь на своем рабочем месте, легче ориентироваться. На это уходит меньше времени. Основные потери везде – это потери времени. Или вот эти движения, которые пользы не приносят. Учли заслуги сотрудников, благодаря которым удалось достичь хороших результатов. В целом, по словам собственника предприятия Романа Гуштана, кадры играют немалую роль. Поэтому важна мотивация сотрудников. В интересный период было такое, что, допустим, мало работы. То есть не хватало заказов, не хватало материалов и так далее. Сейчас все работники, которые приходят сюда, видят, что предприятие изменяется. На их глазах улучшаются условия труда. Мы там, ну, в общем-то элементарно. Вот когда раньше вагон-дома сделались на улице, да, в холодную погоду. То есть часто все происходит в цехе, да, то есть уже условия труда прям на порядок улучшились. Вот. Ну, естественно, много работы. Много работы, много зарплаты. В следующем году предприятие планирует вернуться к докризисному объему выпуска продукции. И продолжит участие в проекте «Производительность труда и поддержка занятости». Проводит его Федеральный центр компетенции. Цель проекта – повысить конкурентноспособность российских товаров и услуг. Надежда Китаренко, Владимир Махмутов, Интера ТВ.